Путешествия Общая длина Великой Китайской Стены более 6 тысяч километров Или по-китайски более 10 тысяч ли, со всеми ответвлениями И вот сейчас на один из участков нам предстоит подняться, это вон туда В Китае есть скоростная дорога, на самом деле я на ней ездил, и там поезда развивают скорость 300 км в час Но к какому выводу пришло правительство Китая? Если они повысят среднюю скорость передвижения этого поезда примерно на 30 км в час, то их экономика в год получит плюс 200 миллионов долларов В предыдущих четырех сериях мы рассказывали о китайском тропическом рае, острове Хайнань Нас просто поразил огромный выбор шикарных отелей от 4 до 7 звезд Здесь присутствуют все, ну или почти все бренды международных гостиничных сетей У нас осталось часа самолета, мы вылетаем в Пекин И за это время мы решили заехать на местный рынок, купить фруктов и попробовать довезти их до России Среднее хранение всех фруктов примерно 2 дня, и стоимость тоже примерно у всех одинаковая 8-12-16 юаней за, внимание, полкилограмма Перелет в Пекин длился 4 часа и принес массу впечатлений Все было здорово, все было здорово, еды было в достаточном количестве, места для ног хватало, не то что в наших авиакомпаниях И что самое интересное, в спинке каждого кресла был планшет с играми, фильмами и прочими развлечениями Но собственно именно это обстоятельство сыграло злую шутку и меня немножко огорчило Объясню почему Дело в том, что каждый китаец считает себя центром вселенной И представьте, если этот центр вселенной решил посмотреть фильм или поиграть На какой громкости он это будет делать? Ну на той, на которой ему комфортно И представьте, таких центров вселенной в этом самолете Полный самолет Первым делом заселяемся в отель, которому вот-вот исполнится 100 лет Впечатляет Да и само расположение отеля очень удобное В пешей доступности национальный музей, храм неба, площадь небесного спокойствия и пешеходная улица В принципе номер хороший, он чистый, маленький, но уютный Мне кажется, он соответствует цифре 4 этому отелю, но отсутствие окна наводит на размышления Это не первый раз, когда я в Китае столкнулся с таким сюрпризом Был подобный случай в 2012 году, когда мы приехали в отель с шикарным названием Холидея Инн Это казалось просто два этажа с набором квартир в огромнейшем бизнес-центре Всегда есть сюрпризы Лучше всегда пользоваться рекомендациями от знакомых, друзей или из нашей передачи Первая часть нашего морализонского балета состояла в экскурсии в знаменитый запретный город И площадь небесного спокойствия, где нас ждал первый культурный шок Кстати, площадь эта, согласно Википедии, больше Красной площади аж в 20 раз На самом деле меня удивляет, как народными героями становятся великие тираны Например, как Пол Потт, Мао Цзэдун, Ленин и другие Вот эта очередь в мавзолей Мао Цзэдуна Представляете, сколько людей хотят поклониться этому великому Ну, может быть, не поклониться, а посмотреть на этого великого правителя Который своим правлением уничтожил огромное количество людей По разным данным, великий голод, на который обрек свой народ великий корм чей Унес до 70 миллионов жизней Но эта цифра нисколько не смутила нашего гида Алену С искренним сочувствием Мао Цзэдуну она сказала Но он же не знал, он не виноват В интернете я нашел фильм, описывающий события того времени Ключевые решения принимались представителями партии Которые зачастую не разбирались в том, что им поручали От партийных деятелей зависело все Расстояние между ростками риса, сорт семян, количество удобрения Землю, которая подходила для одного растения, использовали для совсем другого В результате у крестьян отбили последнее желание работать Оскудный урожай принес перебои в поставках продуктов питания Руководители коммун стремились к выполнению плана любой ценой Называя очередной рекорд запуском спутника Они часто фальсифицировали результаты Мои родные уже ели кору-мушмулы Кору-дерево? Да, кору-дерево Они ели корни банановых деревьев и все, что могли найти За распределение еды в провинциях отвечали партийные работники Они решали, кто в коммуне будет жить, а кто умрет На голод обрекли целые категории людей, которые, к несчастью, не могли работать Потому что были слабы, больны, уязвимы Беременных женщин тоже лишали возможности посещать столовую Они умирали голодной смертью Это расценивается как убийство Великий Кормчий потребовал, чтобы за следующие три года китайцы дали стране 100 миллионов тонн стали Поскольку стали литейные заводы не справлялись с задачей к этому проекту, подключили и крестьян Они сооружали плавильные печи кустарным способом Чтобы сделать плавильную печь, мы использовали глину Мы укрепляли ее волосами Многие женщины остригли для этой цели волосы Моя младшая дочь тоже пожертвовала своими волосами Она так плакала, бедная девочка Но к этому принудили всех Для топлива в Китае срубили почти все деревья Существует мнение, что Мао ничего не знал о массовом голоде в провинции Это миф В архивах был найден документ, подтверждающий, что Мао хорошо знал о лишениях и страданиях крестьян Мао сказал, что если мы будем забирать у крестьян треть зерна, они не станут возражать Тысячи грузовиков направлены в провинции для реализации его приказа Так что не надо думать, что главы государств ничего не знают о том, что происходит в их стране Все все знают Просто одни не могут ничего изменить в силу своей слабости А другие не хотят, потому что от этого имеют собственную выгоду Китай сия беда человеческой алчности и эгоизма не обошла стороной К счастью, в последнее время с ней активно борются на всех, даже самых высоких уровнях власти Видимо, у них нет такой чудовищной круговой поруки А мы тем временем подошли к запретному городу Одному из пяти наиболее значительных дворцов в мире Другие четыре дворца это Версальский дворец во Франции Букингемский в Великобритании Белый дом в США И Московский Кремль Император династии Мин Джуди решил построить себе дворец с количеством комнат 10 тысяч Но во сне к нему пришел нефритовый правитель вселенной И сказал, что 10 тысяч это слишком много Потому что у него 10 тысяч Поэтому у тебя должно быть меньше И император решил построить 9999 комнат с половиной Когда архитектор узнал, что нужно построить именно почти что 10 тысяч Он решил несколько уменьшить количество комнат Потому что вся страна голодала И чтобы не было роптания народных масс Было построено 8727 с половиной комнат Так и хочется пройтись по роскошным дворцам наших чиновников Но на телеканалах опять заставят все вырезать Ведь свобода слова-то у нас только на бумаге Да и немного в интернете Поэтому полные версии без политической цензуры смотрите только на нашем интернет-канале Здесь 7 ворот Через центральные ворота мог входить только император и его жена Когда она, собственно, становилась женой императора Следующие от центра ворота были предназначены для ближайших родственников С одной стороны для мужчин, с другой стороны для женщин Еще ворота, которые дальше, были предназначены для чиновников И самые-самые дальние, самые крайние ворота Были предназначены для слуг Вот такая вот иерархия Строили целых 14 лет С востока на запад дворец растянулся на 760 метров С юга на север на 960 Здесь на протяжении 491 года Вершили делами империи 24 императора Конечно, не все императоры активно интересовались своим народом, созиданием и добродетелю Кто-то предпочитал утихи с многочисленными наложницами Коих в разные времена было от 70 до 3000 И, как следствие, мечтали такие императоры жить очень долго Но никогда не удавалось, в отличие от тех, кто отдавал свою жизнь служению народу, стране и богу Такое вот любопытное историческое наблюдение Но вернемся к наложницам Жили они на четырех переулках Юнган И у двери каждого покоя наложницы каждую ночь евнухи зажигали фонари из красного шелка Если фонарь горит, значит наложница ждет императора Если потушен, дождалась Остальные на сегодня могут спать Так было принято в династии Мин У цинов ритуал выбора жены был иным Вот там в конце двора находится колодец Была реальная история, когда императрица, дабы устранить свою конкурентку Которая была очень сильной ей соперницей Взяла ее там и утопила И местные китайцы говорят, что положение дел на тот момент во дворце Было такое же, как положение дел сейчас в офисах Все борются за место под солнцем Времена меняются, а обычаи остаются На всех строениях запретного города Можно увидеть керамические фигурки животных, украшающие конек кровли Возглавляет ряд святой едущей верхом на фениксе За ним выстроились одна за другой фигурки животных А конец ряда венчает более крупная голова мифического существа Число фигурок в ряду определяется рангом и важностью здания Кстати, отапливался город древесным углем Таким же, на каком мы жарим шашлык Поэтому печных труб вы нигде не увидите Их просто нет А с помощью хитрых дымоходов Во многих павильонах был организован подогреваемый пол А это императорский сад Здесь император вместе со своей семьей гулял в свободное от работы время Здесь есть таблички на каждом дереве Причем каждая табличка, цвет ее, обозначает возраст дерева Например, зеленая — это от 100 до 300 лет Красная — от 300 до 500 И желтая — от 600 и выше Нам о многих интересных фактах рассказала Алена, наш гид Но если у вас такой возможности нет То за 40 юаней или около 400 рублей можно взять гида электронного Мы же решили не молочиться и взять экскурсию опытом За 75 долларов И следующая остановка — Великая Китайская стена Ближайший ее участок, Бодолин, находится в 70 километрах от Пекина И по дороге туда мы встретили чудо российской политической машины Анна сказала, что это, скорее всего, какой-то чиновник едет по своим делам А челядь покорно ждет Я тут сопоставил доходы челяди То есть нас, простых людей И тех, кто нами управляет За то время, что, например, тысячи москвичей стоят в пробках, пропуская одного человека Этот один человек зарабатывает столько же, сколько все эти стоящие в пробках вместе взятые Такой вот чудовищный паритет Кстати, о птичках В одном из госучреждений наткнулся вот на такую табличку Для тех, кто в танке, смею напомнить, что чиновники — это такие же люди И обычные наемные работники, которых мы как бы выбрали для того, чтобы всем нам жилось хорошо Ключевое слово — всем, а не только им Правда, и работать нужно тоже всем нам А мы к этому не приучены В отличие от китайцев Общая длина Великой Китайской стены — более 6 тысяч километров Или по-китайски более 10 тысяч ли Ну, со всеми ответвлениями И вот сейчас на один из участков нам предстоит подняться Это вон туда Причем это не самая высокая часть Ее высота над уровнем моря — около 800 метров И мы сейчас туда пойдем Но кажется, дождик собирается Ух! Ну ладно, пойдем На этом участке через каждые 400 метров расположены сторожевые башни В которых когда-то находились солдаты и оружие с боеприпасами Кроме того, башней служили системой оповещения о приближении врагов При этом был разработан целый перечень сигналов, позволяющих передавать информацию о численности вражеского войска Например, один выстрел из пушки означал 100 воинов, два выстрела — 500 и так далее Как фортификационное сооружение стена себя не оправдала Слабое место оказалось там же, где слабое место у наших чиновников Желание брать взятки Собственно, кочевники подкупали охранников Те открывали ворота Кочевники свободно проходили и делали, что хотели Так что стена, в общем-то, стала водоразделом культур С одной стороны были кочевники — животноводы, а с другой — китайцы — выращиватели риса Кстати, до 15 века, то есть до того, как стену перестроили, заменив утрамбованную землю на кирпичи, скрепленные рисом и гашеной известью Бойницы смотрели почему-то внутрь Китая, а не наоборот Это дало некоторым ревнителям всего русского повод считать, что Чан Чен, то есть Великую Китайскую стену, строили не китайцы, а русские Равно как и их медицину придумали тоже мы Даже просто подъем на эту стену довольно трудное занятие, потому что и ступеньки крутые, и самих ступенек довольно много Представляете, каково было, когда все это строилось? То есть это же нужно было еще таскать все это в руках, а строили вручную Поэтому огромное количество людей здесь померло Примерно каждый четвертый погибал Но вернемся в настоящее и посмотрим, как же живет Китай сейчас Для начала, просто два, на мой взгляд, очень красноречивых факта Факт первый Количество беспризорников в Китае в 400 тысяч человек На полтора миллиарда Много? У нас от 2 до 5 миллионов на 143 миллиона То есть в 100 Слышите? В 100 раз больше, чем в Китае Факт второй Скорость строительства дорог в Китае 10 тысяч километров в год У нас чуть больше 600 То есть в 17 раз быстрее При этом строительство одного километра четырехполосной автострады китайцам обходится немногим дешевле 3 миллиардов долларов А нам больше 7 Неужели у нас такие высокие зарплаты или такие тяжелые условия строительства? Нет, в Китае тоже есть снег и жуткие морозы Более того, в Китае в 2015 году запущена в эксплуатацию самая северная скоростная железная дорога, рассчитанная на минус 40 Скорость движения при этом 250 километров в час И завершая разговор о дорогах, хочется сказать, что сначала принято строить дороги А потом брать мзду за проезд, а не наоборот Впрочем, когда сильные мира сего все уже за нас решили и попилили предполагаемые доходы между собой Остается только... Впрочем, сами решайте, что вам остается Но не подумайте, что в Китае все намазано медом Отнюдь проблем там хватает И я, кажется, понимаю, почему мы с Китаем так ищем дружбы Судя по этому интервью, найденному на просторах интернета, у нас есть кое-что общее Вопрос с пролетариатом в Китае очень обострен Очень обострен У них маленькие зарплаты, никаких прав Они живут как практически рабы Именно они, живущие в абсолютной нищете Абсолютной нищете Она даже не поддается какому-то описанию Я был в подобных деревнях Я не понимаю, как там вообще ведется учет чего-либо о рождаемости, смерти Там просто своя вселенная О них возникают вот эти недовольства, забастовки Останавливается производство И государства, КПК, они решают эти вопросы очень серьезно Либо они вводят, в прямом смысле, армию на эти заводы Никак по-другому это не назовешь Либо решают этот вопрос не иметь деньгами Как-то их перекупают Ну, пытаются все это замолчать Естественно, пресса туда не допускается Потому что если узнает пресса, узнает интернет Узнают и остальные фабрики Они объединятся И тогда может наступить глобальный Ну, вы все поняли Пропаганда в Китае тоже работает на тысячу процентов Поэтому ни там, ни у нас на телевидении Вы не увидите того, о чем часто кричит интернет Пока вездесущие модераторы не успевают забанить К сожалению, большинству людей хватает официальной версии происходящего Ведь тогда не придется принимать самостоятельных И порой очень трудных выборов А мы тем временем приехали на чайную церемонию Подобные церемонии полезны с точки зрения понимания культуры Китая И вкуса настоящего чая Знаете, чай можно купить, наверное, в разных местах И везде его качество будет разное Мы когда были на чайной церемонии сегодня Там чай, конечно, стоит очень дорого И Куэр стоит от 5 тысяч рублей до 100 тысяч рублей А жасминовый чай стоит тоже несколько тысяч рублей за 100 грамм по-бойму Но есть магазины, где чай стоит попроще И я думаю, я вот не ценю этот чай до тонкости вкуса Где я могу отличить настоящего от настоящего Я все-таки куплю в обычном магазине Который есть на любом рынке в Китае Обычный чай И буду его пить Я не разбираюсь в чай Но если вы только цените чай Вам тогда в магазинах, где получают церемонии Объясняют, что такое чай А сейчас я чай взял из группы улунских чаев 150 грамм за 700 рублей Кроме фабрики чая Нас свозили и на шелковую Прямо так же, как и на Хайнане Правда, на этот раз мы увидели Производство шелка своими глазами Впечатляет А еще впечатляют ценники и размеры Например, шелковая рубашка 4XL Ну или по-нашему просто L Стоит около 10 тысяч рублей А вот такая ширмочка ручной работы Около 1 миллиона К сожалению, сейчас торговля России с Китаем Резко сократилась У нас просто нет денег в стране Кто-то их куда-то дел Вот глядя на китайцев Видно, что их благосостояние растет И у меня в голове задается вопрос А что, мы хуже Китая? Неужели у нас нет ресурсов? Нет возможностей? Есть, у нас есть природные ресурсы У нас есть огромный научный потенциал У нас есть люди, которые готовы трудиться, работать Но почему китайцы живут лучше нас В плане экономического развития? Почему у них больше возможностей путешествовать? Почему у них огромное количество авиарейсов? Почему на их курортах более комфортабельно, чем у нас? Почему у них у всех, практически у каждого Новый айфон, последние модели? Почему здесь огромное количество дорогих машин? И самое интересное, что они развиваются и в технологическом плане Вот недавно я смотрел передачу В которой рассказывалось, что в Китае есть скоростная дорога На самом деле я на ней ездил И там поезда развивают скорость 300 км в час Но к какому выводу пришло правительство Китая? Если они повысят среднюю скорость передвижения этого поезда Примерно на 30 км в час То их экономика в год получит плюс 200 миллионов долларов Представьте, какие расчеты? Почему у нас нет таких дорог? И я бы хотел услышать от вас, наши телезрители Что же вы по этому поводу думаете? Вот и получается, что в Китае есть все За Великой Китайской стеной есть Монголия, где нет ничего А за Монголией есть страна, где есть все, но ничего нет Напишите свои комментарии на нашем канале, что вы думаете по этому поводу На просторах интернета есть немало фильмов о том, что Великую Китайскую стену строили не китайцы, а русские Что китайскую традиционную медицину изобрели, опять же, не китайцы, а мы, русские Что у нас, русских, самые лучшие танки, самолеты В общем, мы самые-самые лучшие В общем-то, я согласен Нам, русским, есть чем гордиться У нас великая история, великая культура Интересные и очень красивые традиции Ну что, если, отправляясь за границу, брать не только эту идею, что вот мы какие-то супер особенные А идею, что в других странах есть тоже то, чему мы можем научиться, чтобы и наша жизнь могла стать лучше А теперь подсчитаем расходы За 10 дней в Китае мы потратили Тур Санья плюс Пекин в четверках и пятерках с завтраками 90 тысяч рублей на человека Питание 13 тысяч, экскурсии 19,5 Итого 122 тысячи 500 рублей на человека Общая длина Великой Китайской стены больше 6 километров 6 тысяч километров 6 тысяч, да Если ты лысый И если ты толстый И если ты белый И высокий То тогда приезжай в Китай Ты будешь любимцем Потому что лысый, это значит умный А толстый, значит богатый